аромат этого напитка манит детей как иных взрослых запах кофе или свежезаваренного чая напиток с запахом шоколада устоять от которого невозможно конечно речь идет о какао там есть кальций калий и когда мы это все еще вместе с молочком мы же делаем какао напиток на молоке а то есть вот этот вот кальций который еще в молоке все это вместе увязывается и способствует росту однако сейчас традиции его приготовления сильно изменились быстро растворимый шоколадный напиток заменил классическое какао где не требуется зачастую ни молока не даже какао бобов могут вносить кондитерские жиры могут вносить заменители молочных продуктов заменители какао масла производители умалчивают информацию об истинном составе продаваемого какао поэтому так сложно определить какое какао вы держите в руках здравствуйте эта программа пища для размышления я ее ведущий евгений переверзов и вот сегодня мы будем говорить о какао польза его общеизвестно однако в последнее время продукт этот все чаще обходит вниманием предпочтение отдается конечно же растворимым новомодным шоколадным напитком в ярких упаковках но это совсем не равноценная замена из чего же готовят натуральный какао напиток как отличить настоящий продукт и так ли уж опасны растворимые напитки оставайтесь с нами я уверен что будет очень интересно рецепт какао нашего детства выглядел так нагревалось молоко в него добавлялось какао в порошке на 100 миллилитров молока 10 граммов чистейшего какао минуту на закипание и напиток готов сейчас так готовят только в кафе и это уже дело машины напиток невероятно ароматный по вкусу к нему ближе разве что горячий шоколад это напитки собратья у которых общий родитель а вот по вкусу и пользе совсем не одно и то же хотя иногда их выдают друг за друга с какао-бобов берут собирают какао-бобов выжимает с них масло из остатка получается богов их сушит вот за счет сушки дальше готовится уже как то есть порошковая смесь получать вот а в шоколаде тоже готовится из какао-бобов только тут тоже сушится после этого обжаривается только здесь уже обжаривается вместе с маслами однако ни тот ни другой напиток категорически нельзя ставить в один ряд с порошками которые лишь маскируются под названиями горячий шоколад растворимая какао шоколадный напиток сейчас очень много есть какао содержащих напитков которые уже замешаны с сахарами со стабилизаторами с разного рода там подсластителями да с какими-то вкусовыми добавками в общем там уже какао порошка как бы так одно название в комитете охраны общественного здоровья регулярно проверяют детскую продукцию на наличие вредных веществ и подтверждают новомодные напитки несут угрозу здоровью малышей выявлено несоответствие техническим регламентом 2019 году в одной пробе продукции производства российской федерации то есть производителем на упаковке не было указано дата изготовления какого порошка такая продукция может быть фальсифицированная продукция к счастью содержание токсичных элементов в продукте оказалось в норме но российские коллеги в исследуемых у себя образцах находили пестициды и токсины а еще выявляли крахмал несвойственный какао бобам его добавляли для веса и густоты напитка в одном образце известной марки была обнаружена откровенная подмена какао порошка на продукт из плодов рожкового дерева не брезговали фасовщики добавлять фруктозу ароматизаторы загуститель к сантовую камедь эта пищевая добавка е-415 и даже соль она не случайно продукт позиционировался как диетическим с низким содержанием жира всего лишь 5 граммов на 170 грамм причем о какао масле речь не шла так что это мог быть любой растительный жир жир растительный какао-бобах он ценный он качественный очень полезный он нужны нам а для тех кто пытается на этом сыграть и включить этот продукт скажем там в рацион худеющих там стройнеющих там или для диабетиков так далее то есть как-то вот дать ему дополнительную какую-то вот эту галочку плюсик какой-то вот что вот мы вот дескать тут лучше это все маркетинговый ход однако такому безвкусному продукту требуются дополнительные усилители вкуса например соль или сахар кстати на сахар напитки тоже проверяли пересчете на одну порцию содержания сахара доходило до 15 граммов на 100 миллилитров или 4 ложки на полстакана какао фактически суточный предел весь этот химический коктейль вряд ли можно сравнить с настоящим какао но лишь немногие производители могут позволить работать с натуральным сырьем поскольку цены на какао-бобы диктует природа и мировой рынок в 2020 году цены на какао-бобы побили мировой рекорд и достигли почти трех тысяч долларов за тонну в 2019 году фермеры ганны и кот девуара жаловались на болезни растений потом наступила жара и засуха все это повлияло на качество самих бобов и на цену конечно мы например используем какао-бобы только ганы и кот девуара и они у нас полностью проходят очистку проходят стерилизацию потому что это продукт везется с африки и мы его стерилизуем и когда отдаем на анализы у нас микробиология чистая однако сами какао-бобы лишь сырье которое еще требует правильной переработки условно съедобная часть это сердцевина ореха из него выжимают какао-масло самый ценный продукт который идет на производство шоколада а из жмыха делается какао-порошок он дешевле какао-масло но не намного вот мы получили тонну какао-бобы мы только 83 процента оттуда получим продукта которая пойдет на дальнейшую переработку 17 процентов это мусор это вэлла это отходы производства неудивительно что при таком раскладе каждый недобросовестный переработчик а иногда и посредник поставщик норовится экономить отличить откровенную подделку от просто продукта плохого качества не так-то просто в порошковом виде оно должно быть красным бурым и при приготовлении тоже тоже должен быть красным бурым цветом есть сахаром перемешанный а если мы придем на вкус то на вкус он должен быть сбалансирован на сладким немного шоколадным оттенком немного жирным в наш какао мы не добавляем сахара за счет того что в нем уже содержится уже природная сладость а еще секреты от баристы чтобы вкус получился действительно сбалансированным массовая доля какао масла в порошке должна составлять от 12 до 20 процентов если жиров меньше то высока вероятность того что в какао большой процент виллы перемолотой шелухи бобов выдаст ее наличие в напитке осадок при этом жидкость станет полупрозрачной разные специалисты смотрят на качество продукта с разных сторон например кулинары ведь из одного и того же какао и напитки готовятся и торты пекутся поэтому кондитеры научились отличать хорошее от плохого сегодня говорим о какао в нашей программе тема программы какао и для кого-то наверное какао это очень просто ну какао но я уверен что в этом слове и особенно в этом продукте намешаны всего такого много много чего-то такого тайного чего мы обычные обыватели не знаем мы привыкли это употреблять но мы с этим не работаем правильно правильно как часто вы вообще используете в своей работе какао ну так как я очень люблю все шоколадное и если даже взять наш ассортимент некоторые говорят а что есть не шоколадное потому что этот продукт многогранен и он не очень нравится поэтому я очень часто использую и какао и все его производные как вы выбираете какао как вы понимаете что это хороший как а знаете а весь как он хорош о классно сказали классно честное слово классно да но он разный у каждого вида какао есть свое предназначение и главное в этом разбираться и понимать для чего тебе сейчас нужен какао так и какого вида бывает какао какао бывает разный вот я даже по цвету вижу что он вот это очень важно как вы думаете какой из них более натуральный ну для меня конечно чем более коричневый тем более натуральный я как как вот как человек который а вот нет вот этот более натуральный как светлый светлый почему потому что у какао бывает две стадии это алкализированный какао а это натуральный какао в чем их разница они оба вкусные они оба подходят для всего почти там какими-то со своими нюансами они оба сделаны из какао бобов они оба натуральные так далее но вот этот какао который алкализированный а его обработали его обработали щелочью и насытили его вкусом цветом какими-то полезными свойствами потому что алкализированный какао лучше разводится в воде смысле для всех напитков именно которые продаются для разведения в жидкости используют алкализированный какао натуральный больше используют для выпечки но опять же со своими какими-то нюансами здесь очень много кислоты поэтому если в выпечке есть сода то этот какао больше подходит но изделия с натуральным какао будет более сухими а изделия с алкализированным какао будет более мягкий кулинар конечно же как и бариста смотрит на цвет и запах какао-порошка но вердикт о качестве выносит только после выпекания если какао старая тогда уже когда бисквит отпекаем она бисквит может сесть не подняться это первый признак что какао очень слабо и цвет другой уже получается настоящий какао продукт по современным меркам скоропортящийся если он обладает исключительно природным составом то хранится всего шесть месяцев какао-порошок натуральном виде должен быть не менее 12-15 процентов жирности да и когда срок истекает жиры портятся они прогоркают поэтому в случае просрочки есть риск не то чтобы получить низкий бисквит но даже отравиться подобный случай произошел в италии в 2015 году когда бабушка по просьбе внуков сварила горячий шоколад из просроченного какао и нечаянно отравила всю семью откачали их уже в больнице старушки было предъявлено официальное обвинение в отравлении что еще должно быть обязательно быть на упаковке и чего не должно быть я не знаю какие-то в составе ну в составе первое должно быть какао тертое если на этом состав закончится и даже не будет никаких консервантов это прекрасно но без консервантов сейчас жить нельзя поэтому если в нем нету примесей таких как ароматизаторы когда дают специально там ванилью карамелью зачем-то какао и так благородный вкусный продукт ароматизирует если у какао очень светлый цвет в если мы видим это на прозрачной пачке да то мы должны задумываться не разбавлен ли он чем-нибудь сахаром сухим молоком или еще чем-то потому что сильно светлый какао это плохо отличить фальсификат порой сложно даже для профессионала но все же есть небольшой секрет возьмите немножко смеси потрите его двумя пальцами от качественного продукта на коже должен остаться коричневый след с мысленистым блеском свидетельство наличия какао масла составе если есть сомнения то от такого продукта лучше отказаться и напоследок похудеть на настоящем какао не получится это довольно калорийный продукт 100 граммах сухого порошка 379 калорий но если продукт настоящий то настроение поднимет однозначно знаете опыт показывает все потребители делятся на разборчивых внимательных и даже въедливых мы их называем грамотными и тех кто еще не сталкивался с опасным обманом поэтому наши программы конечно для них кто-то может сказать что какао не вода и не молоко пьем мы его не так часто что на него вообще обращать внимание но знаете если это действительно редкость что у нас не так много времени и здоровья чтобы его распробовать а потому выбор всегда за вами мы лишь помогаем его сделать правильным это была программа пища для размышления меня зовут евгений переверзев до новых встреч